хотели досрочно положить на кредит а получилось что уже списали не получится досрочно уже начали досрочно платить у нас стали больше денег добавлять как бы банку сплошной профит что мы раньше заплатили а банк получаться с нас хочет больше получить вы нам можете сразу здесь прокомментировать что мы хотим в себе написать и кредит давали вот эти условия не обговаривали что будем больше платить посмотрите пожалуйста если вы компетенты если нет то проводите кто знает больше это чем-то старый график да новый в телефоне полностью закрыть кредит мы до этого мы до этого делали платеж досрочно у меня в течение 15 числа в течение месяца сумма поднялась короче каждый день 57 400 сейчас уже 58 чем-то добавляется 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 мы хотим чтобы просто переживаем что сумма вообще до 100 тысяч добавится сбербанк то не будет но как-то это неправильно нет там человек который сидит у него одна опция все вот он сейчас тебе ответит если непонятно то что дальше уже не просто интересно как сбербанк так вот людей вводит заблуждение и просто непонятно и тут уже камера ты давала согласие на биометрию они с тебя уже считают кстати прочитал как можно сделать отзывы всякие биометрии тебя же везде шлепают даже нет потом просто твои биометрию могут на тебя кредит за и так же карьеру он пацана сходить я сейчас попробую через услуги это сделать это получится тебе скажу это гарантия не дает никакой так что попробовать положила 30 тысяч было 57 400 сейчас меня еще сняли 600 и 58 я еще должна это что вообще ничего не понимать и почему я надеюсь миссию франчик газу кредит почему перерасчета нету больше чем поможет вот написано у вас проценты каждый день начисляется а вы говорите пятьдесят восемь здесь пятьдесят семь до чего они получаются списали уже сколько там у тебя конечным пальцем подожди договорим и что там уже говорят пятьдесят восемь а тут пятьдесят семь она где пишет овощ сколько стрельц сколько нам это сам по кредит смотрите ситуация такая мы мы начали огасить досрочно прошлом месяце у нас каждый день стали добавлять денег больше 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 мы побоялись что это сам будет уже не 58 100 тысяч и решили полностью загасить сбербанк же себя никогда не обманет вот пришли мне горячность 58 по вот здесь вот 57 но понятно что сбербанк себя не обманет просто бы хотелось некоторые камеры уже хотелось бы некоторые комментариев и досрочно загасить кредит мы хотим до срочно на 10 месяцев должен перерасчет быть да и какой то перерасчет получить а то получается что мы больше платим чем положим не надо объясните просто график не распечатывайте что я уже шестьдесят две тысячи ровно в телефоне у меня график то есть что у меня там у вас график плановых платежей там же график у вас недосрочно кто-то будет у меня вот график уже с высчитан процентом я так понимаю вот эта сумма отображается у вас онлайн это сумма полной задолженности а это сумма ваших процентов так с меня только что списали какие проценты вы какого числа делали досрочное погашение у вас списали проценты с той даты когда вы делали досрочное погашение по сегодняшний день какие проценты у меня вот график уже с высчитан процент какие еще досрочное погашение какого числа вы делали что-то проценты на проценты что я ничего не могу понять да да а вы не можете у себя посмотреть в историю операции зайдите здесь вы не увидите здесь все у меня отображает зайди в историю операции что он говорит послушай девочка обучалась же сюда не нервничать а почему 58 если я на 10 месяцев гашу раньше кредит где перерасчет вот вы еще не 58 говорите чтобы я получил вот написано сумма кредита сколько выбрали 359 мне даже договор не давали вот здесь вот сделали вот эту херню не ругайся мы с тобой пошлем потому что видео правильно у вас списали 677,91 вот она эта сумма вот она эта сумма 677 сейчас пишется у вас 57 420 а вы общая за сегодня 58 так вы говорите общую 58 но я график делаю не знаю что у вас писалось а где перерасчет за 10 месяцев я на 10 месяцев раньше гашу кредит я брала на 4 года вы гасите сейчас 57 сумму основного долга проценты каждый день отчисляются от даты погашения правильно он говорит сотрудник вы гасите сумму основного долга плюс процент за пользование от даты предыдущего погашения вас уточняют когда вы гасили кредит до спорта 17.03 делали пока что 30 тысяч я погасила от меня списалось с 15 и 30 тысяч я погасила от меня с 17.03 вы гасили значит у вас получается с 18.03 по 15.04 это проценты за пользование 677 рублей ну пользовались мы ими что-то мы ими пользовались всем банкам вот уже 101 тысяча вот то что я вот ваши проценты делаю ну а я на 10 месяцев раньше гашу мы делаем мы делаем профит банку 32 три года два месяца остаток судной задолженности вот он остаток судной задолженности на сегодня вот посмотрите а где перерасчет на 10 месяцев так вы проценты еще не платили у меня вот только что высчитали ну это проценты за пользование еще раз повторимся ну вы что вы тупите не надо ругаться они не тупят я гашу короче я беру кредит на 4 года гашу его досрочно за 3 года 2 месяца 10 месяцев проценты где вот эти вот которые вы уже здесь высчитали так вы их еще не заплатили в смысле как я не заплатила вы знали кредит на 4 года и платить проценты ежемесячно запользовали ежемесячно понимаете а почему мне не говорили что я буду что-то платить ежемесячно тебя ввели в заблуждение если мне уже кредит вот нахерачили уже вот все проценты там отчислены какие еще проценты я не понимаю вы точно ничего больше сказать не хоть 302 тысячи я беру вы мне начичаете 404 тысячи вот проценты 302 тысячи у меня кредит был проценты расчисляются до 25 года вот 302 200 я беру вы бы заплатили эти проценты если бы вы покосили кредит в 25 году это трафик рассчитан на вас до 25 года верните мне эти проценты почему я их должна платить еще если я уже кредит закрыла вы же с меня высчитали что давайте сейчас будем считать по месяцу в смысле я их не заплатили это трафик рассчитан при условии погашения ежемесячных платежей ежемесячных понимаете до 25 года вы погашаете сегодня смотрите я беру 302 200 мне выплачивать 404 тысячи откуда тогда еще тысяча ой 102 тысячи это что это проценты зарплата это что ты блин проценты зарплата да а какие еще проценты есть какая сумма кредита была 32 200 я вам уже 10 раз сказала 302 ой ну 302 200 вот 404 я должна выплатить вы должны были их выплатить к 25 году понятно но я погашали их ежемесячными платежами а я их погасила вы погашали их досрочно верно так 402 тысячи это что вот это 102 тысячи это проценты правильно это окончательный расчет верно а сейчас какие я еще проценты плачу какие вы меня еще проценты при досрочном погашении вы погашаете сумма основной возможности дайте главного вашего вы прям еще что-то и вообще вы деньги сейчас сумму досрочное погашение перерасчет где за 10 месяцев где перерасчет вот смотрите вот 302 тысячи 200 за 4 года накапливается вот эта сумма 404 тысячи я гашу за три месяца за три года 2-2 месяца значит эта сумма должна быть меньше правильно или неправильно а вот в смысле неправильно почему мне задетку все гасят досрочно теперь делается перерасчет может договор такой был во всех банках было так всегда если досрочно гасишь тебе перерасчет делается вот эти проценты вот уже меньше вот эта сумма да 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 это пластинка я же тебе говорил мы же дебилы жилы люди соглашаются и уходят ну ничего сейчас в СБ спросим они тоже ответят фигню всякую ну хотя бы спросить вот эту сумму 302 тысячи вы должны рассчитать на 3 года и 2 месяца вот эту сумму а не на 4 года где разница за 10 месяцев еще не заплатили в смысле я сейчас если я заплачу 58 тысяч я выплачиваю вот эту сумму правильно вот эту сумму я выплачиваю за что мне ваш график не засуньте вовсе куда нет вообще я не понимаю что реально такие дебилы приветствую здравствуйте здравствуйте вот объясните мне пожалуйста я беру на 4 года кредит 302 тысячи 200 я его хочу загасить досрочно то есть за 3 года 2 месяца вот эта сумма рассчитана на 4 года правильно? верно а мне сейчас говорят что я должна если я полностью сейчас дышу мне получается вот эта сумма а где разница за 10 месяцев вот это не вот это давайте сначала получается у вас график который вам выдали 17 февраля 21 года сегодня у нас получается 24 года сегодня у нас апрель месяц на апрель месяц у вас сумма выходит 79 тысяч 925 рублей 51 копейка 30 тысяч я заранее получила а у вас было досрочное гашение да? потому что здесь я не вижу досрочного гашения потому что мне ничего я пришла говорю мне надо погасить мне сказали все в онлайн я сделала в онлайн то есть ввели в заблуждение изначально нет зачем заблуждение возить если вы сейчас зайдете в онлайн и зайдете свой кредит и грабят платежи и там будет полностью вся сумма давайте зайдем заходим нет вы сейчас тоже мне я беру кредит на 4 года вот смотрите давайте я вам буду 302 тысячи 200 рублей правильно? вот эта сумма это расчет за 4 года ну гашу-то я его за 3 года и 2 месяца а где разница? вот эти проценты значит вы не платите а вы же еще досрочно гасили значит у вас сумма еще меньше а по сумме-то будут меньше а я сейчас тут я посчитала посчитала нет давайте откроем мы посмотрим график платежей я вам все понятно объясню вам будет все понятно давайте мы не будем ругаться а мы не ругаемся? ругайтесь вы? вообще я даже не хочу ругаться а тут что-то даже матерился нет? нет ну ладно не ругайтесь только самое главное спасибо я даже не хочу не ругаться спасибо мы хотим в ЦБ тоже вопрос задать я гашу двух транслятор да конечно ваш давайте там у вас тоже весело отвечают только ругаются что-то не ругайтесь только пожалуйста да не надо не ругайтесь заходим в ваш график платежей ок хорошо все прямо здесь доступно написано мы брали кредит 302 тысячи в 21 году вот они ваши платежи если посмотреть да тут основной долг и проценты то все сходится согласно этими графиками ну так как у вас появилась возможность досрочно погостить здесь вы платили по графику по графику по графику все хорошо да здесь мы смотрим когда же вы заплатили досрочно еще какой-то платеж 17 марта давайте 17 марта вот сумма 17 марта у вас получается в основной долг ушло 29 тысяч 928 рублей почему? 8 рублей а проценту ушло 71 тысяча о 71 рубль 12 копеек если вы уже кредит вы уже начали и я вам скажу почему сто две тысячи уже проценты кредит послушай пусть отработает человек ну послушай просто пусть отработает он же работает самое элементарное тут можно все понять 15 марта да вы заплатили кредит ваш день 15 число это кредит где проценты начисляются ежемесячно да это кредит где проценты начисляются ежемесячно вот вот мы платили 15 марта У вас по графику списали 8 926 рублей. По графику, да? А вы пришли нам 17 числа, да? 17 числа пришли для того, чтобы погасить досрочно. Вот, вы платите досрочно. Но 2 дня кредит у вас был. Не 15 пришли, а 17 числа. За 2 дня у вас была начислена сумма процентов, которая указана в графике, 71 рубль 12 рублей. Короче, проценты на проценты. Ну да, да, да. Здесь получается так. Дальше, 15 марта вы сделали так, чтобы у вас 15 марта был снижен. 15 марта основной долг у вас 0, потому что вы досрочно погасили. Проценты уходят в 677 рублей 91 копейка. Все хорошо. Это 15 марта у вас было списано. На сегодняшний день у вас есть такая возможность погасить кредит полностью, я так понимаю. Вот, давайте. Все, у меня уже очень дела взорвется. На сегодняшний день сумма основного долга, это на 15 марта у вас остается. Вы мне документы видите, что... Это сумма без процентов, если вы в основном графике... Это сумма без процентов. Рассчитайте мне сейчас 302 200 рублей на 3 года и 2 месяца. Посмотрим, какая сумма будет рассчитать эту сумму. По проценту? 14. А сколько вы выплатили? Вы знаете основного долга, сколько в процентах вы выплатили? В смысле, как процент? Мне... Конечно, не знает. Она же не бухгалтер. Это вы должны знать, согласно вот этих документов. Да. А вы знаете, сколько луна километров по экватору? На вчерашний день выплатила я 340... Ну и мы тоже не занимались до пенсии. Сходите, сходите. Вот, 340 148 14. На вчерашний день я выплатила. Самое элементарное, если мы даже посмотрим, да, если мы посчитаем просто с объемом дебет с кредитом, да, мы сейчас возьмем калькулятор, мы просто с вами, самое элементарное, возьмем 302 тысячи, да, 302 тысячи, да, 302 тысячи. Это просто... 200. 302 тысячи 200. 302 тысячи 200. Хорошо. Плюс мы прибавим ту сумму, которую вы оплатили ежемесячно, ту, которую вы оплатили, согласно графику, да? 340 тысяч, вот, на вчерашний день, 340 тысяч, 148 14. Это вы посчитали как? Это я посчитала по месяцам, сколько я выплатила каждый месяц. Ну, хорошо, значит, получается там... 340... 340... Почему от 300... Минус, подождите, 340, 148, 14. Так, ну ладно, 340, 148, 14, правильно? Так, хорошо, это мы заплатили по какое число вы посчитали? По вчерашнее. По вчерашнее число. И плюс вот эти на сегодняшний день... 58, 58, 0, 98, 30. Получается 398. Согласно вашего графика, который там... Какая сумма там? Мы сейчас отнимем, сколько вы экономите. Мы все-таки экономим. Я же говорю, что вы не платите проценты. А согласно графику, который у вас здесь, минус 400, 4177 рублей 59 копеек. Значит, получается 599 копеек, 15, вы не платите. Это вот эти проценты вы не платите. А если пересчитать по методу пост на Миранду, как это будет выглядеть? Не получится? Нет, не получится. Ну, на пенсию вы видите, займетесь. Так, сейчас... Скажите, пожалуйста, мы можем сейчас документ получить о том, что все закрыто, никаких претензий, Бирбанк человеку не имеет. Здесь наличные... Наличные можно внести? Нужно внести на карту. Мне сказали, наличкой надо. Опять дезинформация была. Да что же ты будешь делать? Как же нам теперь... Давайте мы прям... Так, должна еще заплатить вот эту сумму. 57, 420, 39. Так? 58. 58 уже, опять 58. Мы здесь 677 уже высчитали. А вот стоит каплайзин. А сегодня высчитали 15-го числа, да? Да, да, да. Вот 57, 520. Сегодня просто... Сегодня, да, проценты, потому что до этого 35 ушло в основном долг. Поэтому сегодня только... может, но открыть? Угу. Откруйте, пожалуйста, первое окно, если вам не трудно. Открыть окно сходить? Да не надо. Уж водички повезти. Коньяку только если грамм 150. Есть? Я за руль. Ну ладно, а то я за руль не буду садиться. На карту положить? Ну вы будете делать высочно? Конечно, да. Нужно внести на карту. С карты. Ежемесячный отход и списывайте. С карты. Последние 29, 49. Не знаю. Давайте прямо сейчас, может быть, сделаем. Здесь нельзя? Нет, документы ждите, что я все погасила. Чтобы мы документы дали. Пойдем, пошли. Пошли. Пойдем, пойдем. Там под контролем все, чтобы... Ну и что? Раз уж тут такое дело... Сюда, сюда, в банкомага. А, туда? Сейчас, подожди, она подойдет. Давай вместе все. Нам хотят помочь, нам же понимают. Ты думаешь, что они плохие? Они хорошие. И опыт. Это же видео популяризовать будет Сбербанк. Как нашего самого главного друга и помощника. Давай. Что, я тут постою. А, кошелек? Давай. Давайте сюда. Давайте сейчас секретные вводы кодов. Это не будем мы показывать. Я покажу, что это будет. Да я умею. Прошу деньги. Мне вообще помощи не нужно. Да нет, подожди. Пускай человек. Вы зря уходите. Проконтролируйте нас. Это я прошу просто. Бляд, я же у вас любимый клиент. Вы же знаете. Вы меня... Постойте, посмотрите. Нет, ну мы просто не обманываем никого. Смотрите, а что там такое мигает? Открылось что-то большое. Точно руку не оттяпает? Нас тут пугают вообще. Биометрию, говорит, снимаете. Тут сразу на входе камеры везде. Я уже собрался писать о биометрии, отказ. Ай, не хочу. Вы же знаете, что вы. Не хочу. Ну, конечно. Меня же снимают. Вот у вас камеры стоят, к примеру. А я, допустим, согласия не давал. Но они все-таки меня снимают. Сбербанк наш друг. Кидает туда прям патч. Томаруку осторожнее откусит. Я-то анекдот такой вспомнил, когда это самое. Зашел без рубля, вышел без рубля. Да еще рубль должен. А-а-а! Еще и топор в залоге. Ну вот эта ситуация со Сбербанком. Я понимаю, он тоже не сладко приходится со всеми этими вещами. Да, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Так, положите деньги до 300 купюр. До 300. Пожалуйста, кидай ее. Что, не кладется? Я в это пока считала. Я в это только положила. Не знаешь, сколько положила? Это плохо. Он тебе сдачу не выдаст. Я вас не записывал. Вы просто отражаетесь в этом. Это мы хотим в Центробанку отправиться, посмотрел. Ну, естественно, опубликуем. Постарались без лиц. Чек там какой-то будет хотя бы? А-а-а! Не выдают чеков? Банкомат чеков не отдаёт. Так. Давайте с нами закончим пока. Поможете дальше? Закончите? Так, что там? Пойдем? Пойдем. Так, куда? Туда же, да? Здесь сегодняшний адапт, подпись, фамилия Нислава. 15 апреля. Три дня назад Юрий Гигаренко. В космос вылетал. В 1961-м. Здесь, в отпись. Отпись, фамилия Нислава. Все правильно? Все. Забрали, да? Спасибо. Продолжение следует...